Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 1 апреля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1328 году Иван I Данилович Калита стал великим князем Владимирским. В 1858 году, во время Кавказской войны 1817-1864 годов, русские войска овладели главным опорным пунктом имама Шамиля, аулом Ведено в Чечне. В 1883 году родился Демьян Бедный, поэт. В 1883 году родился Александр Александров, дирижер, композитор, педагог. В 1914 году родился Алексей Трешников, океанолог, полярный исследователь. В 1923 году вышел первый номер общественно-политического журнала «Огонек». В 1924 году вышел первый номер журнала «Большевик». 1 апреля 1328 года Иван I Данилович Калита стал великим князем Владимирским. Вслед за этим он перенес великокняжеский престол в Москву. 18 лет правления Ивана Калиты были эпохой усиления Москвы. За это время из небольшого городка она стала самым влиятельным русским центром. Иван Калита часто ездил в Орду и вскоре заслужил расположение и доверие хана Узбека. В то время как другие русские земли страдали от монголо-татарских вторжений, земли князя Московского оставались нетронутыми и процветали. «Перестали поганые воевать русскую землю, сообщает летописец. Перестали убивать христиан. Отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тягости и от насилия татарского. И с этих пор наступила тишина по всей земле». В княжение Ивана Первого Даниловича был построен Дубовый Кремль, защищавший не только центр прежнего города, но и посад за его пределами. Вокруг Кремля одно за другим возникали села. Бояре охотно переходили к московскому князю из других земель и получали от него земли с обязанностью служить. За боярами следовали вольные люди, годные к оружию. Иван заботился о внутренней безопасности, строго преследовал и казнил разбойников и воров, и тем самым давал возможность ездить торговым людям по дорогам. Во время своего княжения Калита умело пользовался обстоятельствами, чтобы с одной стороны увеличить московские владения, с другой – оказывать влияние на князей в прочих русских землях. При Иване Калите в Москву из Владимира переехал митрополит Петр, возглавлявший русскую церковь. Таким образом, Москва стала церковной столицей еще до того, как она стала общеполитической столицей Руси. Митрополит Петр и Иван Калита основали каменный Успенский собор в московском Кремле, положив таким образом начало каменному строительству в будущей столице. Со временем этот собор стал усыпальницей всех русских митрополитов и патриархов. 1 апреля 1858 года во время Кавказской войны 1817-1864 годов русские войска овладели главным опорным пунктом имама Шамиля аулом Ведено в Чечне. К началу 1858 года Кавказская война на территории Чечни близилась к концу. Операциями против горцев Шамиля руководили Александр Борятинский, возглавивший армию в 1856 году, и генерал-лейтенант Николай Евдокимов. Вся чеченская равнина была уже покорена. Борятинский и Евдокимов методично оттесняли Шамиля в Высокогорье. Российские войска готовились перенести военные действия в горы. Основной задачей войск в Чечне теперь стал захват Аргунского ущелья, начавшийся в январе 1858 года. Аргунское ущелье представляло собой созданную природой естественную крепость. Достаточно было нескольких стрелков, чтобы удержать целую армию. Однако горцы не были настроены на смертный бой. Чеченцы безмерно устали от многолетней войны. Они не видели смысла в продолжении борьбы, поражение в которой с каждым днем становилось все более очевидной. Таким образом, в начале 1858 года Аргунское ущелье было занято почти без потерь. Война была разорительна для простых горцев, а прекращение поставок хлеба с равнины могло вызвать голод. В 1858 году Евдокимов занял Аргунское ущелье и взял штурмом Шатой. Были вырублены самые дикие места. Шамиль укрылся в Ведино. Он вновь собрал свои силы, надеясь остановить наступление Евдокимова на село Ведино. Шамиль выстроил на дальних и ближних подступах к Ведино глубоко эшелонированную оборону. В первые месяцы 1859 года русские войска, неся потери в кровопролитных боях, пробились к Ведино. После десятидневной осады начался штурм Аула, встретивший ожесточенное сопротивление. Шамиль, не видя возможности удержать эту ключевую стратегическую позицию, покинул ее, недосчитавшись многих своих соратников. Ведино было захвачено и сожжено. Кстати, Ведино долгое время служило главной политической и экономической опорой имамата. Поэтому падение Ведино окончательно решило судьбу Чечни и Шамиля. Через год он капитулировал. Первого апреля 1883 года в Херсонской губернии в семье крестьянина родился Демьян Бедный, будущий советский поэт. Настоящее имя и фамилия Демьяна Бедного – Ефим Алексеевич Придворов. Семья Придворовых жила в постоянной нужде. Отец уезжал на заработки в город, мать батрачила в соседних селах. Мальчик сначала учился в военно-фельдшерской школе, а в период с 1904 по 1908 год на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В начале 1909 Придворов был напечатан в журнале «Русское богатство». Затем начал сотрудничать в большевистской газете «Звезда». И уже в апреле того же года на ее страницах появилось его острое по тем временам бунтарское стихотворение о Демьяне Бедном мужике вредном. Следующий приход Придворова в редакцию «Звезды» сотрудники встретили возгласами. «Демьян Бедный идет» – так и закрепилось это прозвище за поэтом. В 1912-м Демьян Бедный вступил в большевистскую партию. В том же году он принял активное участие в создании газеты «Правда» и выпуске ее первого номера. Демьян Бедный успешно работал во многих жанрах. Ведущее место в его творчестве заняла басня. Он придал своим произведениям новое назначение – агитационное. В языках меткий, сочный, народно-разговорный. В период Гражданской войны он вел агитационную работу в рядах Красной Армии, за что награжден в 1923 году Орденом Красного Знамени. Песня Демьяна Бедного «Проводы», как «Родная меня мать провожала», стала в ту эпоху поистине народной. С 1930 года Демьян Бедный подвергается критике за антирусские настроения, выраженные в фильетонах «Слеза из печки» и «Беспощады». Он пишет раздраженную жалобу Сталина, но в ответ получает критичное письмо. В чем существо ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика недостатков жизни и быта СССР – критика обязательная и нужная, «развитое вами вначале довольно метко и умело, увлекло вас сверхмерой и увлекше вас, стало перерастать в ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее». В ответ на эту критику Демьян Бедный стал постоянно цитировать вождя, а также использовать его изречение в качестве эпикрофов. А в 1936 году поэт написал либретто комической оперы «Богатыри», в котором высмеял крещение Руси. Это возмутило посетившего спектакль председателя Совнаркома Вячеслава Молотова, а позже и самого Иосифа Виссарионовича. Комитет по делам искусств в специальном постановлении резко осудил спектакль как антипатриотический. В 1938 году Демьян Бедный был исключен из партии. Его перестали печатать. С началом Великой Отечественной войны публикации возобновились, однако Бедный так и не сумел вернуть себе прежнее положение. 1 апреля 1923 года вышел первый номер общественно-политического журнала «Огонек». Заметим, что у этого журнала был дореволюционный предшественник. Он издавался с 1899 года в Санкт-Петербурге в виде иллюстрированного обозрения общественной и политической жизни, науки и изящных искусств при ежедневной газете «Биржевые ведомости». С 1902 года «Огонек» стал самостоятельным, самым дешевым и очень популярным журналом-стиражом в 120 тысяч экземпляров. Примерно одну треть журнала уже в то время занимали фоторепортажи. В революционные годы выпуск «Огонька», как и многих других российских газет и журналов, прекратился. А в 1923 году журнал возобновила группа московских журналистов под руководством Михаила Кольцова, одного из самых ярких журналистов революционной эпохи. В первом номере «Огонька» были опубликованы стихи о Ленине и рассказ о древностях и пустяках Бориса Пельника. Сам Кольцов написал для журнала очерк «День Троцкого», в котором во всех подробностях рассказывалось о рабочем дне нарком военно-СССР, в чьем ведении были и железные дороги, и коминтерн, и множество других дел. Журнал выходил на шероховатой бумаге то раз в неделю, то раз в 10 дней. На конец 1923 года тираж «Огонька» составил 42 тысячи экземпляров, а уже в 1925 году достиг полумиллиона. В начале 1950-х редактором журнала на несколько лет стал известный советский поэт Алексей Сурков. При нем окончательно оформились фирменные черты Огоньковского стиля. Портрет знаменитого человека на обложке, рассказ и стихи в каждом номере, иногда детектив с продолжением, фоторепортаж, а также так называемая вкладка с репродукциями знаменитых картин. Благодаря этим вкладкам масса читателей знакомилась с шедеврами мировой культуры. Журнал в те годы был привычной частью советского быта. Расцвет «Огонька» связан и с эпохой Перестройки, когда его главным редактором стал Виталий Коротич. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok